Заканчивается очередная торговая сессия, в течение которой американским активам удалось набрать вес. Такова была реакция инвесторов на новость о долгожданном прорыве в разработке вакцины от коронавируса. Появилась новость о том, что в одном из университетов Китая удалось найти подходящее лекарство для борьбы со смертоносным вирусом. Аналогичное заявление прозвучало и от ученых из Великобритании. И несмотря на то, что пока ни один из образцов препарата так и не был протестирован, рынкам уже этого было достаточно, чтобы придаться позитивным настроениям. Индекс Доу Джонса открыл сегодняшнюю торговую сессию очередным рывком вверх, вырвавшись выше отметки 29 тысяч пунктов. Дополнительным поводом для роста американских фондовых индексов стала статистика с рынка труда, в соответствии с которой темпы роста занятости в частном секторе сохраняются на довольно высокой скорости. Так, пара евро-доллар направилась в пользу валюты США, предвкушая, что и пятничные отчеты от Минтруда также будут сильными и убедительными для Федрезерва, воздерживающегося от подъема процентной ставки. Котировка на момент подготовки материала тестировала на прочность уровень поддержки на отметке 1.100. Стоит отметить и слабость европейской валюты на фоне речи главы ЕЦБ. В ходе своего выступления в Париже на Гран-при 2019 по экономике Кристин Лагард вновь воздержалась от намеков относительно перспектив изменения монетарной политики. Известно лишь, что ЕЦБ прогнозирует сохранение ставок на текущих или более низких уровнях, пока не будет отмечен активный рост инфляции в странах еврозоны. Стоит отметить, что доллар укрепляется не только за счет слабого евро, отмечен его рост и в паре с канадским долларом. Восстановление восходящего тренда на нефтяном рынке не помогло канадцу противостоять сильному доллару. График пытается пробиться выше уровня сопротивления на отметке 1.3300.